Смерть заключения Алексея Навального, главного оппонента Путина, вызвала огромные вопросы. Целый ряд политиков в Республике Молдова и Западном мире возложил вину на президента России. Среди опрошенных бельчан мало кто верит, что лидер российской оппозиции мог умереть своей смертью. Я думаю, естественно. Человеку тяжело, и видно было, что он плохо выглядел, а его эта смерть была или нет, естественно, мне кажется, мы не узнаем об этом. Но Навальный знал, что он делал, и знал, на что он идёт. И возвращаясь в Россию, он, наверное, понимал, что с ним будет. В 2020 году Навальный был отравлен новичком. Его жизнь была спасена врачами в Германии. После возвращения в Россию в 2021 году он был задержан и отправлен под стражу. Я думаю, что убийство, как все. Как думаете, кто виноват в его смерти? Я думаю, что заказ Путина, да и всё. То у него конкуренты, то он их убирает, да и всё. Если Россия была демократическая страна, то решали всё демократически. А так ничего не решает демократически. Креста кумы, и умор, и ну, уморит, да уморит не кауза. Не кауза течения, а куй? Ну, и Владимир Путин. Ну, судя по тому, что у него особо проблем со здоровьем не было, и он был довольно не старым человеком насчёт естественной смерти, я сомневаюсь. Всё-таки, мне кажется, в тех местах, в которых он находится, вряд ли это могло быть естественной смертью. Алексей Навальный известен организацией нескольких расследований о коррупции в верхних эшелонах российской власти. В частности, своим фильмом о дворце Путина в Геленджике. Вне зависимости, кто каким человек Навального, для кого он хороший, для кого он плохой. Но для меня это, в первую очередь, человек, который имел какие-то принципы, какие-то там мнения, позиции. И, зная, что его ждёт, возвращаясь в Россию, он всё равно это сделал. По мнению многих экспертов, Путин избавился от политика, который был единственной реальной альтернативой российскому президенту. От того, чьё имя Путин боялся даже называть. Но Навального убивали не только в колонии, его убивали многие годы. Сначала его арестовывали, потом его реально попытались убить. В 20-м году, когда отравили новичком, его еле спасли. В тюрьме – это не тюрьма. Надо понимать, что ВСИН, система ВСИН – это прямой наследник ГУЛАГа сталинского. Это система подавления инакомыслия, это система разрушения личности. О смерти Алексея Навального стало известно 16 февраля. В августе 2023-го, находясь за решёткой, он был приговорён к новому сроку – 19 годам колонии особого режима за создание экстремистского сообщества. В общей сложности он провёл в штрафном изоляторе 295 дней. На момент смерти политику было всего 47 лет. И здесь у меня просто очевидная вещь – ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу – не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнётом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Всё, что нужно для торжества зла – это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Продолжение следует...